добрый день дорогие друзья гости моего канала сегодня спонтанное видео по поводу массы для лепки все равно поступают вопросы у кого-то все равно не получается но я считаю что это зависит только лишь от клея пва и шпаклевки конечно лучше покупать проверенную шпаклевку но вы знаете что не всегда это получается у некоторых нет доступа к этим материалам кто-то покупает на торговых площадках вот надо конечно в первую очередь изучать мониторить допустим увидели вы какую-то шпаклевку записали название ее и помониторьте что пишут даже строители про нее вот вчера мне девушка написала вроде оля зовут если я ошиблась то простите она написала что вот у нее шпаклевка такая-то и не помню название и и конечно мебельный клей у нее али колор это неплохой клей хороший я его тоже уже использовала но у нее рассыпается все короче не получается я вчера помониторила в интернете и нашла такое отзыва этой шпаклевки что она сухая и совсем не пластичная может даже причина и в этом что оля у вас не получается далее я обещала показать домик вы видели это домик это домик желудь вот такой прекрасный я его кстати очень полюбила не могу с ним расстаться домик снимается но это не специально было сделано это просто так получилось по конструкции вот и хочу вам показать листики вот смотрите листики толщина их но как бы не совсем они тоненькие ну сколько тут там три миллиметра может даже три с половиной не могу сказать не знаю потому что делала я их в это в музыках и что хочу сказать что посмотрите листик мягкий все равно мягкий он конечно станет чуть чуть тверже но он эластичный на вот видно но домик я делал уже месяц на нем стоит у меня честно говоря я даже не помню я же делаю ну как бы сразу много изделий ну в общем-то короче практически месяц и смотрим да вот видите повторяю вот несколько раз он не ломается то есть у вас масса такая должна получиться вот ну типа как полимерная глина она не должна ломаться она должна быть эластичной если взять холодный фарфор да там вот девушки там цветочки раскатывают там раскатываются лепестки очень тоненькая тоже пробовала себя и в этом но как-то я не очень полюбила и все-таки я использую холодный фарфор и делаю какие-то цветочки но как бы для декора больше далее вот тут толщина больше тут толщина у меня наверно 5 миллиметров нету может чуть меньше и тоже если так вот брать то если захочу вот видите видите сгибается но я прикладываю усилия и потом я отпускаю и ступенечка возвращается практически на место то есть видите эластичный поэтому если домик упадет что конечно тоже нежелательно зачем ему падать то то я буду надеяться что ничего не сломается вот этот домик да на основе бутылки я тоже сделала очень давно и даже не помню когда это бесполезно спрашивать в принципе ну тут это у меня папье-маше а отделка у меня вся из масла для лепки ну сейчас посмотрим как бы это все высохла видите стучит но при желании при желании посмотрите я могу согнуть да видно что сгибается но прикладываю большое усилие и вот эта шляпка она возвращается на место то то есть вот понимаете в чем дело масса когда высыхает она все-таки все равно пластичная и вот эти части пластичные о чем это говорит это говорит о том что если что-то упадет вдруг то есть вероятность что все останется на месте ничего не сломается и естественно масса она не трескается забыла слово не трескается то есть я вы смотрите сделала дверь я ее сделала рельеф то есть но никаких трещин не видно никаких трещин не видно поэтому не знаю почему не получается я все-таки предполагаю что от шпаклевки тоже зависит но я честно говоря покупала в своей жизни только два вида шпаклевки гипсовый это в ближайшем магазине я увидела купила там была расфасовка небольшая 5 килограмм а второй я целенаправленно купила большой расфасовку потому что у нас интернет-магазин беларуси 21 век доставляет домой я там кое-что покупала и прицепом взяла эту шпаклевку потому что мне ее принесли домой живу я на четвертом этаже я уже не очень молоденькая и поэтому 25 килограмм не принести домой некому поэтому я и заказала такую большую расфасовку чтобы вот она у меня стоит ее запихнули в мешок в темный прочный чтобы влага не попадала она мне стоит я потихоньку ею пользуюсь ну и далее мои дорогие друзья я сегодня ну естественно я ничего не готовила вот достала свои баночки где у меня хранится масса ой 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 очень тяжело это у меня еще как бы не все у меня там еще в каком-то месте хранится масса но хочу показать что и тут я ничего не размешивала еще не успела помешать ничего и давайте мы с вами посмотрим все таки как масса вот хранится и какая она на ощупь я понимаю что через камеру это не передать но все таки вы может попытаетесь все таки уловить суть здесь у меня масса вся окрашена и вот она мне лежит при комнатной температуре у нас включили отопление у нас дома жара вообще не сусветная сейчас вот прикрыла окно потому что очень шумно за окном сегодня воскресенье вот а так у меня все открыто вообще ташкент полный и что вот она как бы ну вроде как твердоватая да смазываю ручки вазелином вазелин любой этот вазелин у меня косметический еще у меня есть ветеринарный ветеринарный может даже лучше потому что у него нет запаха кто страдает я как бы вот вазелин вот этот вот мне он нравится но мне потом преследует запах вазелина и вот ну как бы я очень плохо отношусь к запахам видите она очень плотная стала потому что ну во первых она покрашена лежит давно вот и прежде чем естественно ее использовать руки смажем вазелином хорошенько в ручках надо ее согреть и тогда только можно с нее что-то делать поэтому ну не может я честно сказать я сколько уже делает и массы переделал мне ни разу не возникло проблемы с ней не возникло раньше и общение выпаривала клей пива это я потом уже как и для холодного фарфора подумала почему бы если мы холодный фарфор когда делаем у меня большой опыт по изготовлению холодного фарфора потому что раньше я тоже отделку делала всякие там цветочки листочки из холодного фарфора поэтому как бы я знаю что о чем говорю и я так подумала почему бы и нет если мы из холодного фарфора но клей выпариваем да его делаем гуще и потом уже добавляем клей пива ой этот крахмал кукурузный простите вот ну вот смотрите это самое масса видите она плотная конечно и поэтому когда окрашена масса она немного плотнее становится но все-таки когда вы хорошенько вымешайте я даже знаете что делаю беру кусочек вот этой массы и чуть-чуть так вот заверну и кладу в микроволновку буквально там разогреваю 5-10 секунд зависимости от количества и мощно ставлю самую маленькую там три у меня там 30 процентов 50 процентов конечно у меня маломощная микроволновка поэтому надо смотреть я какая у вас и масса быстренько становится теплой и в итоге она разогревается но в общем-то не портится предвижу вопрос не портится ни разу не испортилась ну вот смотрите видите масса уже мягче становится и мягче приятнее в руках держит форму и вот из этого я буду делать сейчас новый год на носу буду что-то украшать и зеленая масса мне нужно там сразу елочки делаю все равно потом приходится подкрашивать но я люблю чтобы у меня цветная была масса листочки с нее но она хорошая уже вот но уже хороша но я еще можно вымешать немного так ну это что касается эта масса уже давно окрашена не один месяц у меня некоторые там задают вопрос зачем столько массы я люблю так что я посмотрела свои закрома и у меня масса готова я не люблю потом скакать быстренько изготавливать ее вообще масса должна полежать устояться все должно соединиться так далее если у вас нету полимерной шпаклевки я все-таки люблю добавляю чуть-чуть полимерки потому что по моим ощущениям масса более эластичная но если у вас этого нет вы можете добавить немного крахмала я пробовала значит я вот делала холодный фарфор и я попробовала смешать массу для липки и смешать немножко холодного фарфора результат тоже хороший не увидела никаких плохих последствий вот масса у меня это я показывала холодный фарфор вот я здесь не варила то есть я клей выпаривала остужала и потом только добавляла холодный фарфор очень приятная на ощупь вот тянется держа тоже капельку ну тоже ее надо вымешивать вот посмотрите на вымешивается прекрасно и даже если у вас не получается ничего с гипсовой шпаклевкой ну вдруг там не получается вы принципе можете сделать холодный фарфор просто ну как бы изделие будет немножко другое она мне видеть полежала немного в кончик был немножко заветрился потому что плохо закрыла так дальше я говорила о том что использую при вымешивании холодного фарфора я использую крем не важно какой ну какой-то жирненький так вот про крем я купила недавно вот такой крем на я его уже покупаю неоднократно смотрите написано крем масло для сухой и обезвоженные кожи лица ой лица тела вот написано стопроцентные сертифицированные органические масла 0 процентов минерального масла и глицерина вот девушки кто а ну это белорусское производство если кто в беларуси это вообще крем шикарный если вы увидите обязательно покупайте вообще шикарнейший крем вообще моя бабуля его сильно полюбила вот и продается он не везде кстати не везде кто пользуется еврооптам в самом евроопте я не знаю потому что я туда редко хожу а я заказы делаю через емол есть такое приложение в беларуси емол и вот этот крем можно там купить 250 грамм выпускает город барановичи вот у них тут есть тоже сайт можно посмотреть на сайте продукцию но крем шикарный у них еще есть в этой баночке тоже суфле называется тоже очень хороший но сами понимаете суфле это такое что-то более нежное вот я его наношу куда только можно так ну и вот я его стала использовать и для холодного фарфора короче используйте очень хороший крем кстати у них вся продукция но это не реклама мнение не заплатили если что в россии не знаю продается продается фирма это или не продается вы тоже можете помониторить посмотреть вот и у них значит продукция какая и для волос и для но крема для волос я вот покупала уже разные пробовала сейчас купила для для волос поврежденных там для сухих тоже мне понравился и еще я у них приобрела такой тоник на травах там 7 трав которые не надо потом смывать для волос то есть на чистые волосы я немножко там промакиваю полотенцем брызгаю там отличный распылитель такой маленький расход и брызгаю на волосы потом ну как бы там ручками так взбиваю мне тоже очень нравится хотя отзывы тоже разные короче очень хорошая продукция если увидеть эту фирму белорусскую love de lana я честно говоря не изучала английский поэтому если что-то неправильно говорю уже простите меня будет конечно поправлять мне и русскую речь поправляют не только иностранно вот видите сейчас еще раз приближу вот так вот называется эта компания все крема все крема у них вот с такой с таким цветом если вы даже забудете название то вот увидите вот эти вот турецкие огурцы и сразу поймете что это фирма это то есть у них вся продукция практически вот с такой вот таким дизайном так что девочки рекомендую вам и вот я уже вымешала и какой прекрасной становится масса прекрасная и вот эту массу вы можете добавить это вот холодный фарфор вы можете отдельно сделать кусочек этой массы если уж что и добавлять если у вас масса очень там густая получилась или еще какая то вот сейчас мы посмотрим что тут у меня тут остатки прежней роскоши вот такой видите вот я нажимаю такой твердый вот не хочет даже а мы сейчас возьмем немного холодного фарфора добавим сюда ручки смажу вазелином и вымешаем масса станет более приятная на ощупь так что вы можете экспериментировать смело не бойтесь можно все мешать если вы не знаете что чего и как вы можете задавать вопросы в телеграме я же для вас сделала телеграм вот вы не только там созерцайте но спасибо вот мне подсказали что я думаю что мне никто не пишет оказывается только лайки там ставят оказывается что надо еще чат было открыть ну честно сказать я телеграм не знаю вот эти все площадки я же ну уже взрослый очень человек но я все равно посмотрите я изучила и как дзен и как ртуб работает и даже вот на платформе я там тоже стала вести канал для того чтобы все могли туда зайти ну смотря кто на какой площадке будет посмотрите как масса стала тянутся прекрасно ну вот пожалуйста как еще можно восстанавливать массу которая у вас стала очень твердой очень тугая или вот очень сухая вы просто можете туда добавить клей ПВА но желательно чтобы клей ПВА был уже выпаренный ну который готовый я что делаю я вот даже сейчас так достала клей весь сюда вылила в баночку вот видите он у меня стоит на столе тут у меня рядом батарея радиатор у меня батарея говорит как сумасшедшая я его еще не варила в микроволновке я просто поставила рядом и вот так постепенно вымешиваю вот видите образуются там какие-то пленочки и я вот так перемешаю перемешаю короче это тоже способ хорош он более длительный но для выпаривания он тоже хорошо еще раз повторюсь что вы можете баночку с клеем взвешить записать сколько это у вас все что весит и вот так будете выпаривать и будете смотреть сколько все таки влаги ушло влаги может уйти по разному потому что клей мебельный столярный он все равно разный вот ну посмотрите какая прелесть получилась о тянется тянется как вот вам и пожалуйста так далее что еще я хотела сказать вам по поводу массы так сейчас мы еще с вами посмотрим у меня еще тут в баночках масса хранится значит я что делаю массу беру вот видите пленочкой накрываю и вот тоже она немного тут затвердела это вот остатки от чего-то смазываю маслом немного какая-то стала она масса прям не знаю тут запотела появилась влага почему появилась влага потому что стояла в таком месте сначала было очень холодно и вот видите какая она стала липнет к рукам что я сама даже удивлена но мы ее восстановим значит смазываем руки хорошенько вымешиваем вот и все вымешиваем я ее все-таки заверну вообще такого не должно было быть но почему-то всегда что-то бывает вот посмотрите видите хотя я смазывала минеральным маслом надо было вазелином смазать ну что было под рукой тем и смазала если честно так это надо убрать все вот влагу все убьем вот и можете прямо сюда опять ложить или вот масса восстанавливается вот мы ее перемешали добавили немножко на руки вазелин и масса становится эластичная вот еще не хорошо она вымешалась но это надо тоже постараться вы же понимаете это нужно время в холодильнике не держать вот посмотрите уже получше стало еще рвется потому что надо хорошенько вымешивать ну вы поняли да вымешиваем хорошенько и куда-то складываем можно завернуть в пленочку я пока не буду заворачивать посмотрю что дальше с этим будет так вот закрыла а пленочку забыла добавить так добавляем пленочку для большей уверенности что все у нас будет хорошо так еще вот тут у меня тоже есть в другой банке я делала тоже массу ну это получше выглядит тоже видите тут кусочки добавила кусочки более твердые вот масса приятная видите для того чтобы я ее сделала более жидкую то есть смотрите у меня есть уже тугая когда она уже полежит сразу массу я делаю более жидкую вот видите я немножко помешала она тянется смотрите если вам если у вас вообще массы нету никакой твердый там вообще вот у вас один кусочек лежит вы его достали посмотрели ну лепить с нее тяжело потому что даже к рукам подлепает значит вы немножко можете добавить шпаклевки на стол и вымешать вот как вы если кто из вас сделает тесто не тесто ну да тесто на хлебушек вот подмешиваем вымешиваем и даем хотя бы часик отлежаться она вот эта масса подлепает к рукам но вы видите она более жидкая в принципе она ну плохо держит форму да держит но плохо значит она жидкая вот масса которая держит форму капельку то эта масса как раз для лепки ну вот сейчас я назад ее положу так все а вот эти кусочки старые не знаю видно что то лепила кинула туда вот она видите какая вот она как бы крошится да так вот она долго лежит и она чтобы ее восстановить я беру массу которая пожиже добавляю сюда и просто вымешиваю вот таким образом можно работать делать массу пожиже делать массу погуще зависит от цели что вы будете делать в зависимости от вашей цели вы можете сами регулировать массу для лепки или она у вас будет пожиже или она будет потверже вы сами руководите ну что дорогие друзья надеюсь ролик был полезный если у вас все таки остались вопросы задавайте под роликом в телеграм канале ну короче везде на площадках где оставить комментарии я его увижу может не сразу увижу и отвечу встретимся в новом видео в новом видео я